Приветствую вас! Мне бы хотелось сразу назначить некую такую структуру своего ответа, которая будет состоять из двух основных элементов. Первый элемент это то, что вы знаете, что вам нужно сделать что-то. Что имеет непосредственное влияние на ваше здоровье и не делаете этого. Зная, что есть непосредственная отдача, угроза жизни и вы не делаете этого. И второе, второй элемент это то, что вы очень устали. Ну, я сейчас думаю, что мы с вами второй элемент немножечко разделим на два подэлемента, чтобы более подробно рассмотреть именно этот аспект. Итак, первое. Вы здесь пишите в кавычках слово «забываю». То есть я знаю, что нужно, но не делаю этого. То есть, получается, здесь у нас с вами проблема мотивации выступает на первый план. Проблема мотивации. Проблема мотивации, значит, в данном случае мотивация не забыть то, что нужно сделать для вашего здоровья. И, соответственно, возникает сразу к вам такой вопрос. Вот, была ли у вас раньше подобная мотивация? То есть, насколько я правильно вас понял, вам нужно принимать лекарства уже не первый день и, наверное, не первый месяц. Значит, сначала было все хорошо, вы это делали, а потом в определенный момент это делать вы перестали. Значит, что произошло два месяца назад? Вот два месяца вы этого не делаете. Что произошло два месяца назад? Вот с этого пошла мы будем начинать разговор с вами, касаясь мотивации. Потому что то, что вы сейчас забываете делать, то, что вам, ну, как я понял, критически важно, свидетельствует только о том, что вы перестали испытывать тягу к жизни. Вы перестали испытывать тягу к жизни. О чем вы, не знаю, случайно или нет, обмолвились в своем сообщении. Там дальше вы об этом пишете. Вот. Значит, что-то произошло такое, что вас, ну, знаете как, может быть, не обратило, это было бы неправильное слово, что-то разуверило в ценности вашей жизни. То есть, на вас что-то так повлияло, что вы стали меньше ценить себя, вы стали меньше ценить свою жизнь, ну и, возможно, стали относиться к ней, то есть к жизни, ну, скажем так, ну, наверное, несколько менее, с меньшим интересом, чем раньше. То есть, она для вас изменилась в негативную сторону. И для того, чтобы вскрыть причины, по которым вы перестали делать то, что вам нужно, необходимо сравнить то, чем вы жили раньше, то, чем вы мотивировали себя на деятельность раньше. Сейчас ведь не работает. Правильно я вас понимаю? И возникает логичный вопрос. Почему? Почему сейчас не работает то, что работало тогда? Это два месяца назад произошло у вас такое. То есть, именно два месяца назад вы перестали, ну, как бы так сказать, дорожить собой. Два месяца назад вы начали это делать. Ну, возможно, разочарование какое-то было в вашей жизни. Возможно, что-то еще произошло. Тем не менее, есть демотивация, демотивирующие факторы. И без знания этих демотивирующих факторов вам помочь, к сожалению, нельзя. Также, в противовес, нужно сказать, что, напротив, необходимо придать новый смысл вашей жизни. То есть, поиск смысла, поиск смыслов того, ради чего вы живете, того, ради чего вы существуете, того, ради чего нужно организовывать ту или иную деятельность, ага, возможно, корректировку вашего цели образования, постановки задач и так далее. Все эти вопросы нужно рассматривать. Потому что, определенно, смысл жизни вами потерян. Причем, причем, смысл жизни потерян именно в новой реальности. То есть, той реальности, которая, ну, видимо, изменилась как-то два месяца назад. Ну, скорее всего, она начала меняться еще раньше, но, ощутимо, это произошло только именно два месяца назад, когда вы начали забывать. Значит, поиск смыслов, а также волевая регуляция. То есть, для того, чтобы заставить себя что-то делать, необходимо не только искать смысл, но и вместе с тем, занять свое внимание. То есть, установить четкий фильтр на восприятие потока окружающего мира. То есть, отфильтровывать все, что вам нужно делать, отфильтровывать все, что вам не нужно, все, что бесполезно, все, что мешает. Потому что основная из причин, по которой вы забываете, в кавычках, делать то, что нужно, это заполненность, загрязненность вашего фильтра, который есть в любого человека, который отсеивает все ненужное, что мешает человеку делать действительно важные дела. Ну, например, вот самый элементарный пример, что, ну, так, специально довожу до абсурда, чтобы было понятно, ну, более понятно. Значит, студенты сидят на лекции, записывают за лектором или слушают его. Солнечный датчик проникает в аудиторию и начинает скакать по лицам студентов. Соответственно, если лекция не интересна, то солнечный датчик не только отвлечет на себя внимание студентов, но и на сайт и посмотреть в окно, где, вообще-то говоря, много всего интересного, помимо лектов и так далее. Но если лекция интересна, или если студент знает, что эта лекция последняя перед экзаменом, то даже в известной степени война не отвлечет человека от его деятельности. То есть два важных фактора. Интерес, то есть смысл, как субъективный смысл, так и объективный. То есть мне может быть интересна лекция в принципе, как новый материал, который я познаю, и мне может быть интересно дело в принципе, если я понимаю, что это соответствует моим интересам, и это мне нравится, это мне, это созвучно мне. Либо интерес объективный, когда я должен что-то делать, потому что понимаю, что если не сделаю, мне будет плохо, мне будет хуже. И даже в объективном смысле, когда я делаю что-то не потому что мне интересно, а потому что это надо, всегда кроется немножечко субъективного смысла. Субъективный смысл здесь просто-напросто заключен в более общей цели. И более общей цели, например сдать экзамен, чтобы там поступить в аспирантуру допустим, или там сдать экзамен, чтобы стать профессионалами работы там где-то по специальности, некоторые дипломы получают просто для того, чтобы их приняли на работу куда-то. Вот. То есть в данном случае стоит какая-то более общая цель. И тогда, если дело, которое нам нужно делать, не является самым целью, то оно воспринимается как средство для выполнения другой цели, более общей. Вам нужно подумать, как вы можете лучше для себя представить ту задачу, которую вам необходимо выполнять. То есть либо вы будете принимать ее как саму цель, что вам близко, как саму цель или как средство. Ну, если саму цель, то необходимо понимать важность, необходимо понимать значение этого. Если вам этого достаточно. Если же средство, тогда необходимы другие цели. Также отдельно следует принимать навык внимания. И здесь, в принципе, умение сосредотачиваться на чем-то одном, например, вы даете установку, что, допустим, ну, не знаю, в 4 часа дня вы делаете то, что вам нужно. Вот в 4 часа дня там звонит будильник, например, и вы это делаете. То есть просто берете заставлять это делать. Ходите, не хотите это делать, и все. То есть тут как бы именно вот на механистическом уровне достаточно просто. Просто знаете себе эту установку? Скажите, что вот я должен это сделать. И все это не обсуждается. Прям просто вот как, например, чистоплотные люди моют руки после, допустим, улицы. Они делают это раздраженно или не хочется. Хочут, они это делают. То же самое и здесь. Почему они это делают? Ну, вначале их приучают. Вначале их приучают, а потом они делают точно сами по привычке. Они не чувствуют себя комфортно, все этого не сделают. То же самое вам здесь нужно, то же самое вам нужно повернуть с собой. То есть вы вначале к тебе приучаетесь. То есть там особо даже не важно, зачем вы это делаете. Важен сам факт, что вот нужно делать, значит нужно. И все. То есть не обязательно понимать. И только когда вы уже это начали понимать, ну тогда уже, когда вы, точнее, привыкли к тому, что вы делаете, там уже можно придумать для себя смысл этого. Если это необходимо. Но в вашем случае есть один важный момент. То, что два месяца назад что-то произошло, что вы начали «забывать» делать то, что нужно. Значит, какой-то внешний фактор все-таки на вас повлиял. Скорее всего фактор негативный. Внимание! Если его нужно концентрировать. И если вы не можете его концентрировать. На это нужно тренировать. И здесь я бы рекомендовал вам просто в свободное время смотреть на любой предмет и думать только о нем. Вот смотрите на любой предмет. Желательно несложный по своей структуре, чтобы его можно было воспринимать без огромного количества ассоциаций и без огромного количества мыслей. То есть, что-то такой предмет, например, например, листок воды, например, там, допустим, булавка, например, там, вот что-то такое. То есть, что-то очень простое. Вот вы срабатываетесь на нем и думаете какое-то время об этом предмете. Только о нем и больше не о чем. Пять-две-три минуты так посидели, подумали только о предмете, все расслабились, оттолкнули. Через, там, что-то часа два или три, вернулись и вновь попробовали еще раз. Но, на самом деле, вы удивитесь тому, как за мнимой легкостью подобного упражнения строится достаточно серьезная работа. Поэтому нужно осуществлять усилия для того, чтобы удерживать внимание на предмет. То есть, основная функция внимания, их две, это селекция и удержание. То есть, селекция – это выбор, фильтр, отсеивание всего ненужного. А удержание – это то, о чем я говорил сначала. И если селекция – это, скорее, семантика, то есть, смысловой аспект, то есть, это именно категоризация того, что вы встречаете в течение своего дня. А то есть, это относится к этой категории, это относится к твоей категории. Это мне нужно, это мне не нужно. И если вы знаете, что это вам не нужно, то оно, ну, какое-то впечатление, какое-то дело, какая-то эмоция, какое-то обстоятельство. Если вам это не нужно, то оно никак не может стать нужным для вас. Тем более, по сравнению с ним это сердце руки. А вот. То есть, это именно смысл, а вот удержание внимания, вот сейчас селекция – это навык, которое нужно вырабатывать. Но есть здесь еще один момент – это момент приоритетов. То есть, вот почему-то приоритетность того, что вам нужно делать, она стала. И приоритет – это то, что вы считаете для вас. И опять-таки, мы натыкаемся на вопрос, почему вам перестало быть важным то, что вы делали раньше. Об этом не пишите, но это очень важный момент. А я рекомендую вам либо дополнить свой вопрос, либо написать в личку кому-нибудь из экспертов, чтобы вы могли именно это осудить. Вот. Далее. Второй момент – это второй элемент. Если помните, я обещал разделить его на две части. Вот такие, на два небольших элемента. И первый элемент – это то, что вы наговорите о том, что не имеете права. У вас вот прям идет такая ответственность, что я вот не имею права сделать что-то, и меня это тяготит. Соответственно, вам вопрос – откуда у вас это? Почему вы говорите, что я не имею права, но… Но что? Вы хотели бы? То есть у вас кто-то этого права лишать, а какие бы вы хотели, чтобы у вас были права? Какие бы вы хотели, чтобы у вас были возможности? Почему вы не чувствуете себя свободным? Почему вы чувствуете себя обязанным? Ведь когда человек не имеет права, он обязан. Непонятно. Кто вас обязал? Кто вас заставил все это делать, получается, против своей воли? Что вас так тяготит, что вы устали? Это нужно разбирать. Ну и, собственно, усталость. Усталость – это либо нагрузка большая, моральная, физическая и так далее, либо это неорганизованность вашего досуга и релаксации. Опять же, непонятно, от чего вы устали, опять же, непонятно, что является фактором этой усталости, но, тем не менее, именно в этих направлениях вам и нужно думать. Специально интерпретировать здесь я ничего не буду, потому что это можно очень долго делать. Вот. И в итоге впустую просто все. Поэтому я просто рекомендую вам потом попадать в это направление. Если захотите обсудить с экспертами, пожалуйста, обсудите. Если, соответственно, не захотите, то это уже ваше право, но в любом случае пища для размышлений у вас есть. Далее, значит, вы пишите, как заставить себя делать то, что нужно. Ну, в принципе, на этот вопрос я ответил, когда разбирал первый элемент. Я ответил довольно подробно. Видите, так получается, что первый элемент, он о самой понятности здесь. Ну, а второй элемент можно просто порассуждать, просто подискутировать, просто предполагать, но мне об этом не хотелось сделать, потому что все-таки это в вашей жизни, это не почва, это не основа, не база для каких-то предположений. Ибо каждый предполагает, что это встает. Вам нужно самой определить, что именно происходит. То есть, с каких пор жизнь, существование, это права и обязанности. Нормально это, когда человек хочет жить. Нормально это, когда человек желает жить, когда он видит смысл. Имею право или не имею, это немножечко неправильное правительство. Это говорит о наличии над вами некой социальной надстройки, которая вами управляет, которая, возможно, вас угнетает. Это уже немножечко другой вопрос. И равно, как и то, что вы от чего-то встаетесь. И не расслабляетесь, не восстанавливаетесь встаетесь. И вот это тоже очень важный момент. Кстати, именно то, что у вас вот этот фактор правовой и фактор усталости имеет место быть. Вот именно поэтому вы и не можете заставлять себя делать то, что нужно. Ну а как, если вы устаете и постоянно хотите расслабиться? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!